Я был в Челябинске не так давно, 1 декабря у меня был здесь концерт большой, группировка Ленинград, мы приезжали и возвращаясь домой на автомобиле моих левый аэропорт, я естественно опаздывал, но попросил водителя остановиться, потому что увидел на остановке надпись «Я люблю Челябинск». Я с ней сфотографировался, написал стих «Почему Челябинск лучший город на планете?» и видите, как сложилась судьба, вот здесь начинается моя политическая карьера. Но если отложить все шутки в сторону, то мне кажется, что Челябинск является одной из самых такой областей, где у нас сосредоточены и буквально как на ладони лежат все проблемы, в том числе связанные с бизнесом. К сожалению, к моему величайшему сожалению, сейчас в России уголовное право становится как будто универсальным инструментом управления страной. А предприниматель у нас буквально как кастом-прокажок. У него настольная книга не по бизнесу, у него настольная книга уголовное право, понимаете? И с этим уголовным правом он вынужден знакомиться. Хотя, казалось бы, экономические отношения должны урегулироваться в каких-то других уже нормативах. Зачем прибегать все время к уголовному праву? Зачем мы пытаемся запустить ракету в космос с помощью уголовного права? Почему мы с помощью уголовного права пытаемся формировать среду культурную? Почему с помощью уголовного права мы, собственно, управляем всей страной? Это меня крайне беспокоит. Я считаю, что наша партия должна эту ситуацию побороть. Конечно же, я обращу внимание на Челябинск и на экологические проблемы. Для этого мне нужна фактура. Почему я написал стих и такой удачный про Красноярск? Потому что мне прислали много-много-много сообщений. И когда я увидел, что это действительно проблема, которая касается много-много-много людей, это не война каких-то кланов или интересов, что зачастую тоже бывает. Знаете, под экологическую лавочку сейчас многих вытесняют просто с рынка. И этим тоже занимать, это тоже имейте в виду. И Борис Юрьевич здесь, скорее всего, отставит как раз компромиссную точку зрения. Он говорит о том, что давайте все-таки строить высокотехнологичные предприятия, но все-таки их строить. Субтитры сделал DimaTorzok